Да, значит, психолог, который занимается профориентацией. Да, он, скажем так, ряд тестов сделал, и вообще просто разговор с человеком, который хочет тебе, пытаясь тебе помочь, профессия которого тебя куда-то направит. И мы сделали вывод по результатам тестов, что имеет смысл попробовать то, где сейчас жена учится. А именно? Это проверка программного обеспечения. Ну, это компьютерная специальность. Ей это подходит. Это компьютерная специальность, имеющая отношение к программированию. Да, имеющая последовательное отношение к программированию. Скажем, это последний этап программирования. Программа тестируется, прежде чем она выпускается на рынок. Да, совершенно верно. Окей. Значит, он ей порекомендовал, а тебе что он порекомендовал? Мне порекомендовал заявиться тем, чем я туризмом. Не уходить. Не уходить из туризма. Да, делать. Окей. Значит, вы приняли его рекомендации и пошли с этим в Министерство абсорбции спрашивать, где можно учить компьютерное тестирование. Ну, так, мы сразу, само тестирование психолога проходило в Министерство абсорбции. Да, в Меркас-клете. И мы просто, я зашел в соседнюю дверь и, ну, посоветовали там, обратить, ну, пойти туда, куда мы пошли. Секундочку. Кто сидел в соседнюю? Маскерамика это, я даже не знаю, кто это. То есть, рекомендацию обратиться на этот курс тебе не дало... Нет, клетать не дает, нет. ...Министерство абсорбции что делает? Скажи мне. И, скажем так, задача Министерства абсорбции тебя куда-то повернуть, а сделать шаг ты уже можешь только сам. Вот так. Вот ты пришел в Министерство абсорбции и сказал, я хочу список курсов, из которых я могу выбрать. И, кстати, да, такое было, и нам интернет, нам сайт дали, нам распечатали листочек, по-моему, это где-то есть в интернете, я больше чем уверен. Какой листочек распечатали? С вузами и с учебными заведениями, которые... А пробированы? Да. Нет, у которых есть еще от Министерства образования. И от Министерства труда, самое главное. Самое главное требование Министерства абсорбции, это чтобы курсы, на которые идут репатрианты, имели разрешение от Министерства труда, чтобы их выпускников и получателей дипломов и сертификатов... Чтобы они были востребованы. Да, во-первых, были востребованы, а во-вторых, были апробированы Министерством труда. Без этого никто ничего оплачивать не будет. Окей. Значит, дали список вузов, но не список курсов. Там есть... Дело в том, что есть и вузы, и есть отдельные курсы. То есть, то, чем, допустим, где сейчас занимается жена, это не высшее учебное заведение, это, я не знаю, тех... Ну, Михлова. Колледж. Да, это колледж, где есть разные виды занятий, где также вот помимо того, что как бы личное присутствие, так еще и два раза в неделю есть занятия по интернету, по скайпу, это лекции, прохождение материала. Ну, разные люди есть на курсах. Есть и евриты-язычные, есть и полностью русскоязычные. А сам курс на каком языке? На русском и на еврите. Но, учитывая, что это, в общем-то, компьютерная специфика, то есть еще международный язык, который не еврит, не русский, то есть это язык терминов. И английский. Да, ну, это английский, в общем-то, технический. То есть при, так сказать, обсуждении опций такого курса надо иметь в виду, что английский необходим. Да. Потому что терминология... Хотя бы базовое знание компьютера необходимо. Да-да-да, потому что терминология и так далее, это все на еврит не переводится, это все на английском. И в том-то и дело, что очень многое на еврит таки, да, переводится. И которое, ну, это совершенно другое... Это, ну, еще одно третье измерение. Понятно. Но, ну, можно работать. Можно работать. Окей. Значит, вы нашли этот курс благодаря тому, что вам кто-то порекомендовал его. Да. Вы обратились с этим в Министерство абсорбции. Министерство абсорбции рассмотрело и утвердило вам то, что называется ваучер. Ваучер, да. Ваучер. Теперь ваучер – это 7 тысяч шекелей. А курс стоит? Курс стоит 12 с половиной тысяч. 12 с половиной тысяч. Значит, как происходят вот эти отношения ваши с Министерством? Нужно прийти, заполнить, или ты заполнить, или за тебя могут заполнить документы на этот ваучер. Потом ты приходишь в учебное заведение, оставляешь им или платишь все, или какую-то часть. После чего они тебе дают документ, в котором написано, что ты оплатил то-то, то-то, что ты студент такой-то, такой-то. И с этим ишуром ты идешь в Министерство абсорбции, даешь это, и после этого, возможно, уже выплаты. Вот так это работает, так это у нас было. То есть, в любом случае, есть какое-то собственное участие, то есть это не то, что Министерство абсорбции вам оплатит полностью весь курс. Нет, это не такого. А кроме этого, я полагаю, что у Карины возможности работать параллельно с этим курсом уже практически не будет, имеющие двоих маленьких детей. У нас уже нет. То есть, ну, немножко поменялось по ходу образования, по ходу занятий немножко поменялась там система. И, к примеру, если изначально курс был рассчитан на 11 месяцев и на 2 раза, потом 3 раза немножко позже занятия, то сейчас она занимается 4 раза в неделю, но зато закончат они на 2 месяца раньше. Окей. Ну вот, она начала в феврале, да, если я правильно понимаю? Она начала ездить в феврале. В январе, в январе. В январе даже. С начала января она начала заниматься и закончит она где-то в сентябре, я так понимаю. В сентябре, в октябре, да. В сентябре, в октябре. Окей. Значит, как она начала ездить туда? Так она перестала работать или она перешла на полставки или что? Она сначала перешла на полставки, но потом она перестала работать, потому что, ну, дети, дом и учёба. То есть, вот так всё это закрутилось. Но в принципе, мне кажется, что имеет смысл не переставлять. Просто у нас проблема в том, что сами курсы, учебное заведение, оно находится в центре страны. И не столько проблема в том, чтобы добраться туда, столько проблемы конкретно, скажем так, со временем. И проблема с стоимостью проезда. Это в Израиле, да, стоимость проезда, это серьёзно. А они никакого проезда не оплатят? Скажем так, для того, чтобы Клита оплатила проезд, занятия должны продолжаться 24 часа в неделю. Но у нас в общем 19 часов. Мы чуть-чуть не дотягиваем. Не дотягиваем. Всё понятно. Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, вы переезжаете сейчас в Риховод, туда, где эти курсы происходят, собственно говоря. Да, мы решили сделать привязку к учёбе. И вы сняли там квартиру. Если не секрет, сколько стоит квартира? Три тысячи стоит квартира. Три тысячи в месяц? Это ещё до всех дополнительных выплат? Это, ну, хорошо. Газ, вода. Да, это просто съём, да. Газ, вода, электричество, интернет. Да. Кабельное телевидение. А, мы, я думаю, без телевизора обойдёмся. Окей. Муниципальный налог? Нет, в Арбайд только. Ну, без Арнона. А как вы без Арнона и без... Ну, ещё год и без Арноны. Скажем так, право не платить Арнону, оно может быть использовано в течение двух... точнее, в течение двенадцати месяцев на протяжении двух лет. И, скажем так... После репатриации. Да, после репатриации в кибуце оно не используется. То есть, грубо говоря, после кибуца ещё есть год. То есть, есть ещё один плюс приехать по программе? Ну, определённо, да. Да, да, в общем-то, да. Потому что вы на самом деле Арнону не платили, но справку о том, что вы её, да, платили, вам дали. Да, есть такое дело. Ага, окей. Так что, ну, тоже стоит. А это немалые деньги? В городе это немалые деньги? Ну, фактически, да, это... Сколько у вас Арнона, если бы вы платили? У нас не такая дорогая Арнона, у нас двести двадцать в месяц шекель Арнона, но за год это... Набегает. Набегает, да, набегает, конечно. Окей. Скажи, пожалуйста, а как, на что вы будете жить в городе с двумя детьми маленькими, если Карина не будет сейчас работать? Я думаю, что учитывая, что всё-таки время на проезд оно сократится, и фактически там можно на велосипеде ездить. То она придёт работать, но ей, понятно, я буду работать. И какое-то время протянет, я думаю, ничего не случится до того момента, пока она закончится. Расскажи, пожалуйста, что с садиками приходится? По садам ситуация там, кстати, не такая плохая. Городской садик, который нам предложили, он, во-первых, рядом. Это для старшего ребёнка? Не-не-не, для младшего уже тоже, ему уже больше трёх лет. Ситуация там неплохая, в группе где-то 25-28 детей, работают они до 2-7 часов, потом можно взять группу продлённого дня за деньги, но их там не кормят. Вот. Ну, естественно. Как бы, но в принципе, очень даже неплохие садики. Ну, то есть визуально то, что я увидел, это не... Не так страшно. Да, не так страшно. Главное, что... Там только одна устательница, одна няня. Это да. И они будут закрываться на все праздники и летом. Да, в плане праздников, конечно, это да, там много... Сейчас на Песах всё закроется. Как каждый год. Ну, на три недели, на две стуарики. Это да. И потом летом тоже закроется. Скажи мне, а продлёнки сколько стоят? Для старшей продлёнка 650, для младшего 800. То есть, ну, ещё более-менее. Это терпимо. Это терпимо. С этим нужно до 4 или до 6? До 6, нет, до 6 часов. Так раз. Так что... Это сносно. И на продлёнке кормят? На продлёнке кормят. Прекрасно. Отлично. Замечательно. Рекомендации какие-то. Семьям с маленькими детками, которые репетрируются. Честно, ну, как бы, если вы решили всё-таки ехать, то не нужно откладывать и, ну, нужно понимать, что для детей, для семей с маленькими детьми это самый приемлемый вариант кибуц. А переезд? Вот все говорят, вот мы приехали, мы прожили в кибуце полгода, год, а потом надо переезжать, и опять всё по-новой, привыкать. Ну, по-новой, но сам, не то чтобы нужно привыкать, но у тебя уже в какой-то мере развязаны руки, ты уже, ну, побыл в стране какое-то время, у тебя уже нет этой какой-то скованности, и, ну, можно идти на пролом, ну, если так можно вообще выразиться. Вот кибуцы, пребывание в стране, оно в любом случае своё даёт, где бы ты ни жил. Но в кибуце это, ну, как-то проще, что ли. Более мягкая посадка. Да, можно так сказать. Отлично. Спасибо большое. Удачи во всём, что вам предстоит, чтобы у вас всё получилось так, как вы хотите. И не забывайте про нас, приезжайте в гости. Так, договорились. Договорились? Читливо.